ПЕСНЯ Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться от истинного понимания Божественных Твоих слов. Сохрани нас в любви и согласии. Пробуй с нами и в этом благодатном вечере. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам Святого Апостола Павла. 11 глава, 19 стих. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусственные толкования. Говорит не о разномыслиях в догматах, но о таких разномыслиях, каково, например, относительно столов. Что же значит надлежит? То, что так, как вы люди, то дело возможное и неизбежное, что не все ходят вправо. Так, секунду, получится. Посему-то я и верю. Подобно и Господь сказал, должно прийти соблазнам. Матфея 18,7. То есть, поскольку в мире есть злые, то будут и придут соблазнам. Слово «дабы» означает здесь не причину, но последствия дела, как видно из многих мест. Ибо когда гордые не принимают за свой стол, тогда являются искусные, то есть бедные, потому что они терпят презрение, а прежде всего терпение их не было видно. Или искусными называют тех, которые хранят еще обычаи относительно стола. Ибо не все же нарушали его. Итак, когда нарушители оказываются неискусными, оказываются искусными хранители. Вопросы? Как это к нам сегодня применить? Ну вот в нашей общине есть общая трапеза. Каждый приносит на стол, трапезничаем. Потом идут занятия, по слову Божию, каждого скрестного дня. То, что может, то у нас это... А у других похрамов-то нет этого беда-то. И никак тут и... Двадцатый стиль, первопославный Крестинам, одиннадцатая глава. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Толкование. Собрание служит знаком любви и общения. Однако на деле не бывает этого. Господня вечеря называет общий стол, как подражание той тайной вечере, которую Господь вкушал со своими учениками. Посему и назвал обед вечерей. Итак, заметьте, говорит, чего вы лишаетесь? Вы лишаетесь подражания трапезе владыки своего. Вопросы? Нет вопросов. Идем дальше. Первая корейфинам, одиннадцатая глава, двадцать первый стих. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Толкование. Эту Господнюю вечерю вы претворили в свою частную, ибо доколе она была общая, она и называлась Господнюю вечерей. Ибо благо владыки общее для всех рабов. Поскольку же всякий поспешает есть свою вечерю, не дожидаясь бедных, но есть сам по себе, то вы бесчестили свою вечерю, сделавши ее вместо Господней частной. Бедный голодает, а богатый упивается. Итак, два порока. Один презирает бедных, другой сами упивает и сами употребляет то, что следовало предложить и бедным. Выразительно сказал, упивается. Вопросы? Это что, тварь такая? Так, вопросов нет, идем дальше. Двадцать второе стих, первое послание, Коринфянам, одиннадцатая глава. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю. Толкование. Если вы не намерены есть все вместе, то почему не идите у себя дома? Ибо когда ты обращаешь вечерю Господню в частную, вкушая сам по себе, то ты оказываешь пренебрежение и к церкви, и к месту. Бедных озабочивает не столько то, что вы не питаете их, сколько то, что вы их пристыжаете, обречая их на счету. Тогда как сами вы располагаетесь величаво и упиваетесь. Обречив погрешности, смягчает свою речь. Он мог бы сказать, что это достойно тысячи смертей. А что он говорит? Похвалит ли вас? За это не похвалю. Поступает так для того, чтобы сделать их снисходительнее к бедным. Ибо если бы он до конца простер свое сильное обречение, то они ожесточились бы против нищих, так как апостол из-за них поносит их. Вопросы? Игнат Тихонович, есть что добавить? Добавить это пытаются восстановить или как-то подробно? У Георгия Кочеткова в Москве. Они все по-русски служат. Их группа приезжала к нам здесь, были у нас на Ползунова. Ну, мы не хотели и не знали так восстанавливать. У нас само получилось. Раз занятие, то это уже идет дело к 12 часам. Сестры готовят, приносят. И чтобы отдельно кто-то ел, нам даже непонятно как-то это было бы. Ну, совершенно непонятно. Это у нас так все естественно. Пришли как дома на стол накрывают или на свадебный стол, так и это. Все обедают. Тут добавлять что-то. Надо, что такое было. Это, значит, было и сейчас это не запрещается. Но делать это не в храме. Поэтому отдельно в больших храмах это как пристраивалась трапезная. Мы ничего у себя не делали. Это само как будто бы сделалось так. Я теперь только гляжу, оглядываюсь, и как так получилось. И столы приехали тут с Украины. Олег тогда был. Все сделано как надо. И сестры такие мастерицы, и рядом принесут. Ну, просто отдельно детям. Столы там в другой комнате. Ну, можем только показать, как микроскопически малое. Но именно думаем, что так. Прямо это указание не написано, как они там были. А чтоб отдельно ели, вообще даже непонятно, как это так. Все. Первое. Ты не худо стоил одной и той же трапезы. А ты отвергаешь и презираешь однородного с тобой. Как он говорит, что принял от Господа, когда не был в то время с Господом, а был гонителем. Для того, чтобы ты знал, что иными на таинственной трапезе преподает тайны сам же Господь, как и тогда. Первое. Первое. Есть тело мое за вас сломимое. Сие творите мое воспоминание. Помните, говорит, что он преподал вам это таинство последним, при том в ту ночь, в которую был предан на заклане. И не отлучил предателя своего от трапезы. А ты презираешь своего брата. Ты научен был благодарить, ибо и он благодарил, чтобы дать нам образец. А ты совершаешь недостойное благодарности, ибо унижаешь церковь, и тогда, как иной голоден, упиваешься. Он всем вообще сказал, примите, едите. И при том тело свое, которое преломило рано за всех, придав на смерть. А ты спешишь есть, не предлагаешь общего хлеба, чтобы раздать многих, но оставляешь самому себе. Если бы ты говорил воспоминание о сыне или отце, то совесть замучила бы тебя, если бы ты не исполнен узаконенного и не позвал бедных. Отворяя воспоминания о владыке, ты и просто не разделяешь трапезу. Первое калифорум 11, 25. Так же и чашу после вечеря и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И в Ветхом Завете были чаши, в которые после жертвоприношения отливали кровь бессловесную. Книга Исход, 24 глава, 6-8 стих. И принимая ее бокалом и чашей. Итак, вместо крови бессловесных, которая запечатлевала Ветхий Завет, я ныне полагаю свою кровь, запечатлевая ею новый завет. Итак, не смущайся, когда слышишь о крови. Ибо если в Ветхом Завете ты принимал кровь бессловесных, не тем ли более должен ныне принимать кровь божественную. И через чашу, говорит, ты творишь воспоминания смерти владыки. Как же ты один только сам пьешь и упиваешься, когда страшная чаша сия дана равна для всех. Вопросов нет? Михаил, задавайте. Интересно, а что же у вас вообще не делается после службы, и когда вы все завтракаете там? Это к чему? Это как соотносится с этим местом писания? Какую чашу вы поднимаете? Я все время смотрю, ни разу не видел чашу, чтобы поднимали, благословляли и употребляли. Соотноси к этому писанию и вашу вечерю, так называемую. Игнать Тихонич, благословляли. Мне интересно, Игнать, учуя чашу, как он ободрился-то сразу. Молодец! Это вообще радостно, когда он не болеет, и дома. Чашу унюхал, главное, сразу поднял голос. Он сразу пришел туда по запаху. Так у нас вечер, она не называется, дорогой мой. Идет собрание. После собрания полная свобода. Кто-то уходит. Подожди, вопрос задал. Слушай, теперь сиди. Собрание идет где-то, бывает, и час. Даже больше бывает. Что-то важное сообщается. Батюшка недоволен. Собрание у вас дольше, чем моя служба, говорит, идет. Ну ладно, не сильно такое, блин, это. Ну а дальше-то все идут домой. Кто хочет. А остальные, которые занимаются, 20-25 человек остаются. А эти приносят с собой еду. Никакого отношения к вечеру это не имеет. У нас в православии сейчас наоборот. Не так, как Христос сделал. Попробуй подними такой вопрос, а тебе попадет. Ведь как они? Вкусили барашка, выпили вина, а при том чаша по кругу 4 раза ходила. За 4 раза можно было завеселить. Вот. А у нас-то как? Если готовиться к причастию, даже больной, и даже воды выпил глоток, или к топлетку сел, батюшка причищать уже не будет. Видишь у нас как? А сказать, что сегодня может, и больной поел, батюшка пока службу отслужит, в 2 часа подойдет, ну больному это и тяжко бывает. Никак. Вот это вот строго держит. Если верующий берет неверующую, венчание вообще не должно быть. А здесь наоборот. Это все свободно. По нескольку раз, вопреки Писанию. Но если это, вот сейчас Масленица будет в следующей неделе, уже на Масленице венчать не будут. Но только в крайнем случае. А во время поста? Ну не. Накануне среды, то есть вторник, накануне пятницы, накануне воскресенья, не венчается. Почему? После венчания молодые остаются одни. А завтра молиться. Ну, так постановлено. А когда задумаешься, ну не было же этого-то. Вот времена неудобно симые, мы православно несем. И это я вам потихоньку говорю, не жалуйтесь только. А то патриарх-то узнает, он по шапке-то даст мне, по спортивной. Вот. Поэтому у нас не так. Но у нас таинство. Настоящее таинство. Но внешне не так. Вот на меня наседает, ты знаешь там, Анатолий, а почему у вас поврось? Вот это не поврось, сделал-то златоуст. Потому что волшебники стали выносить и волхвовать с таинствами. И поэтому сделали так, что за пивкой во рту не удержишь. Если ты уже подали до ложечки, руками не трогать. А во времена златоуста они приходили с золотыми сосудами. И златоуст выговаривал. Зачем сосуд принесли? Берите рукой. Рука, владыка сотворена, а сосуд ты сам сделал. Рука дороже. Прямо брали в рот и брали с собой. Вот мы считаем житье Евдокии. И когда ее арестовали, в это время у нее выпало причастие. То есть они всегда его носили с собой. На случай, если арестуют, чтобы успеть причаститься. У нас сейчас этого нету. Нету. Но мы держим то, что у нас есть. Я просто говорю, как сложилось исторически. А в эти соблюдают все правильно. Чаша идет по кругу, там у баптистов, а ничего там нету. Я говорю, у вас это что? Вино. А кровь нету, только воспоминания. И я им пытаюсь доказать, они не верят, не принимают. Почему? Потому что действительно там ничего нету. Они из магазина покупают печенье, обыкновенно в пачке, переламывают и дают друг другу. А ты знаешь, Алексей Дмитриевич, у него палец-то один был, только на руке-то. И он когда ломал, то палец погружался в эту булку. Они его за это, там Михальков, Михалев этот, или как, Иван Анатольевич, осуждали его. А что осуждать-то? Он в шахте был, трудяга, взрыв произошел, оторвало пальцы. Ну, по сути-то ничего и нету там. Это внешне только антураж. А у нас внешне изменено, но суть осталась. Вот это надо знать. Отошел. Так что, насчет чаши, ты сильно не беспокойся. Еще вопрос можно? Да, можно. Мы в храме притещаемся, принимаем в чашу воспоминания Господа нашего Иисуса Христа. Можем ли мы сами дома, братья, сестры, когда собираются, воспоминания, также прилавлять хлеб и пить воспоминания, как причащие, но просто воспоминания. Это грех или как, что это будет? Детская игра. Даже у баптистов, даже у еретиков это не делают. Избирают старшего в определенном месте. А у нас и говорить не надо. Он сделан на престоле. Престол освящается архиереем. Тут столько прелюдий. Литургия это трех частей. Первая это проскомидия, подготовка. Дальше идет литургия с оглашенными, а потом литургия верных, когда оглашенные изледите. Тут даже думать не надо об этом. Мы воспоминания. Да ты воспоминай каждый день. Платочком утираешь, но вспоминай. Глосаринка попала, вспоминай. Храдриды вообще, можно никакого отношения не имеют, но вспоминая. Именно виновен против тела и крови, которая на Голгофе, если не так-то причащается. Вон куда идет дело-то. А так виновен против хлеба, против вина. А что вина? Как против вина будешь виновен-то? А это не рассуждает о теле. А о теле, православные понимают, о теле в чаше. А речь идет не об этом, о Голгофе. И в данном случае баптисты более правы, чем мы. Надо разделить, увидеть, хорошее взять себе. Как мне приезжал тут Игумен Кирилл, вас, говорит, не поймешь, как-то у вас раздвоено. Я говорю, не раздвоено, у меня расстроено. Надо знать, как первое, как оно есть. А у нас бывает, иногда одно думает, другое говорит, и третье делает. У нас все делают священники. Я туда никогда не лезу, но знать я это должен. Все. Баптисты, они дома прилавляют, хлеб принимают? Нет, 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 у себя в молитвенном доме. Даже, я говорю, даже они не позволяют такой вольности, чтобы каждый ломал и думал, ты можешь ломать и думать, но это никакого отношения к вечере не имеет. У них тоже избранный какой-то, никакой он, самозванец. Я просто говорю, как это есть. Но они этой вольности не допускают. Если от них кто-то уходит, отделенная, ну, те начинают ходить, там, по домам один приезжает, у нас такой сумасброд был по Теряевке. Ушел баптистом, оттуда, видно, выгнали. Теперь там отступники у нас есть, он приезжает, им хлеб ломает. И, наконец, и они его выгнали. А почему? Нарушитель седьмой заповеди. Он блудит везде, и ничего с ним не могут сделать. Понятно. Ну, протестанты, они вот делают по домам, ходят, собираются, они принимают. Мне со мной общаются, разговаривают, когда, ты, говорит, можешь от дома причащаться? Я говорю, нет, не могу, только в храме. Они, говорит, а мы можем причащаться. Мы с благодарением, с молитвой, говорит, восхвалением. Хлеба причащается, Алексей хлеба, а мы тело Христово. А раз хлеба, они в любом месте могут причащаться, по их, в кавычках, причащаться, они могут и в степи, и где угодно. У нас не так. Но когда у нас потеряевка еще не начинала строиться, к нам, по благословению патриарха, приезжал священник, мой крестник, еврей, отец на ум. И у нас парк такой, ну, большие деревья выросшие. И там прибили одну дощечку, свечи были, и прямо в парке первая литургия была совершена. Это его благословенный патриарх, он законный священник, отец на ум. И вот первая литургия была в лесу. У нас снимки даже остались. Ну, первые христиане так и делали. Все. Господи, Господи, ответ получил. Аллилуйя. Сергей, Сергей, я хочу добавить, понятие должно быть. В православной церкви одно понятие, у баптистов другое понятие. У баптистов каждый священник, Бога Всевышнего, и каждый может это совершить при нужде или при свитере. Вот что делать. А в православии, допустим, никто не может литурги провести. А литургия, она вообще, у католиков там 15 минут или другие. И все. У мормонов вообще минут 10 и все, и нормально. Это зависит от того, Когда говорят, балтисты, еще можно перенести. Но когда мормоны, как будто бы блевотина задохнулся, во рту булькают. Название само какое противное. Иоанна 3,16 помните, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я стою на том, дабы всякий верующий Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Толкование. Вы, говорит, должны быть в таком настроении, как бы принимали жертву от самого Христа в тот самый вечер и возлежа на том самом месте. Ибо вечеря сия та самая и мы возвещаем, то есть вспоминаем ту самую смерть до второго пришествия. 1 Коринфянам 11,27 Посему кто будет есть хлеб сии или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Толкование намекает, что они сами причащаются недостойно, потому что презирают бедных. Чем же виноват бывает причащающийся недостойно? Тем, что и он пролил кровь, ибо как те, которые тогда прободали, прободали не для того, чтобы пить, но чтобы пролить, так и тот, кто пьет недостойно, а потому и не получает от всего никакой пользы, напрасно кровь. иудеи разорвали хитон царя, а кто недостойно причащается, тот бросил его в грязь, то есть в душу свою. Неравное ли бесчестие? Поэтому и виновен он в равной мере. вопрос. А что мы, когда причащаемся, по идее, мы все недостойны принимать эту чашу. Мы все грешные. Кто же достоин тогда принимать эту чашу? Кто свят? Кто свят из нас? Что такое? Инать Тихонович, отвечайте. А что тут отвечать-то? Когда по человеке говорится, какой бы он ни был, это святость, Господня, не наша. И когда говорит апостол святым избранным, это именно те, которые уверовали во Христа, омыты кровью Христовой. А осознание своей недоброкачественности, своей несвятости, это у человека внутри. А если человек не так говорит, я имею возможность приступить и приступаю в любой день, я не знаю, какие у него основания для этого есть. Стоит только перечислить некоторые грехи, и все уже покатилось вниз. Мы недостойны, для этого у нас существует исповедь, и прощение грехов наступает, когда священник говорит, властью данной мне от Бога, да разрешишься от грехов. И тогда человек приступает уже освобожденный от грехов, для того, чтобы в нем была жизнь. Образно сказать, как донор дает свою кровь больному. Вот и все. Если человек хочет избавиться от какого-то греха, борется с ним, молится, постится, исповедуется батюшке, ну, чтобы притеститься, он притещается, но так как по немощи своей, он снова совершает этот грех. Получается, что он принимает чашу недостойно, а как тогда ему от этого греха избавиться? Отвечаю, очень даже просто. Он опять совершает грех, но совершает грех, это не то, что ты ложку уронил на пол, или где-то хлеб оставил на улице. Речь идет о грехах, о заповедях. Не так, как мне пишут они в интернете. Мы с товарищем, мы вот ходим, причащаемся, ну, неделю опять пили, гуляли, блудили. Ну, пошли, исповедовались, блудили. Отлучение на восемь, на пятнадцать лет. И все. А он не отстал, это его дело, не отстал. Восемь-пятнадцать лет за дверями будет стоять. И называется эпитемия церковная. По канонам церковным церковь все посмотрела. Женщина, сделавшая аборт, отлучается на десять лет. Правило Василия Великого номер два. А сегодня она и дня не отлучается. Их такими набит храм под завязку. На буху Б называется безмуженно жившая. Хоть и слово литературное, но бояться уже не говоришь. А в этом церковно-славянской Библии прямо написано пустословие блядословие. Слово это, оно литературное. И поэтому грех совершил. Как он совершил-то? Ну бывает, это опоздал, как советская власть считала. Если на пять минут опоздал на работу, а ей со мной работала, девчонка была ей неполных, кажется, пятнадцать, что ли, лет шестнадцать, ей два года дали сидеть. За минуты. А то тоже преступление, потому что фронт нуждается в рабочих. Пять минут. Мы даже сегодня это не замечаем. Опоздал на работу, тебе и начальник ничего не скажет. Это и не грех. Бывает, транспорт задержался или что-то. Другое дело, где там перечисляются, какие запады, десятисловие говорит. Лжесвидетельствовал, влудил, убил, воровал, и там что есть, нарушал субботу святую. Ну и все, как там написано. Вот это уже согрешение. И поэтому на это и пятим я. А если ты просто так проспал, ну проспал, конечно, плохо, но об этом говорит Димитрий Ростовский, чудотворец. Я, ну, люблю поспать и прочее. Ударили в благовес, а я еще прилег, да и заснул. Заснул, а в это время явление ему было святого, который говорит, пишешь житья, да пишешь неправильно. Я больше страдал, чем ты написал. Мне вот здесь мясо-кулсок вырезали. Он говорит, как тебе звать? Он говорит, Орест. Не Орест, а Орест. Видишь как? Поэтому греху разница. То, что обычно в нашей жизни бывает там, жена скажет, я мужа опять не слушалась, он говорил, не покупая, я платок купила. Да плохо сделала. Но отлучать я священник не будет. Да никогда я больше не сделаю. Опять сделает. Это уже обман. Как это можешь сделать? Если снова возвращается, говорит, ну даже Писание нам говорит, нет жертвы за грех. Конечно, речь идет о грехе. Как некоторые называют смертные грехи. А это как пыль наседает. Чтобы полностью святой подошел, я готов. Нет. И мы молитвы считаем недостойной. Молитвы разных святых и Анна Златоуста. Перед причастной называется. Считаешь канон, смиряешься. Во время поста особая усиленная неделя говения называется. У нас подготовка идет. У сектантов вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Ни тела, ни крови и подготовки нет. У нас все это есть. Спаси Христос. Слава Иисусу. Сергей. Ну вот, смотри, что-то мне непонятно. Нет жертвы за грех. Это когда? Это когда нет жертвы за грех? Я думаю так. Когда человек, быв искуплен Иисусом Христом, а мы крови его уверовавший, и потом отрицать, начинает все, и говорит, да нет Бога, и вообще ничего нету. Вот в каком случае может быть только нет жертвы за грех. А все остальное грехопадение, Игнатий Тихонович тоже помнит, монах, уж монах призванный, который, значит, выходил в субботу там на продажу корзинок-то, и это, продал корзинки, в шалман зашел, ну вот, пришел отцу там святому своему, ну, который, значит, им руководил, говорит, упал. Ну так, вставай. Через неделю опять пошел, опять упал. Вот в чем дело-то наше, я хочу к тому, что вот уж, ну не может такого быть, чтобы человек был без греха. И всегда приходящий к чаши, он всегда недостойный человек, но освящается Иисусом Христом. Для чего вся эта вот заповедь причащения-то? Вот это, по-моему, так. По-твоему, конечно, так. По-моему, конечно, так. Я и не согласен тут с этим. Я почему-то, вот, есть такая басня Крылова, как ты посмел нагле своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье моё с песком и силом. За наглость такового тебя, по-моему, я сожру сейчас. Я голову с тебя сорву. Вот так, говорит, там голка. Вот такая ассоциация. Как ты, будучи грешником, идёшь к причастию. Ты же, мы сейчас 28 стих будем читать, да испытывай же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Тот монах, о котором ты говорил, который пал и опять пал. Это чтобы он не отчаивался. Для этого, мы говорим, упал, вставай, да, немощь человеческая склонна к греху. Серёжа, Серёжа, то, что монах пал, потом пал, он не причащается. Это не это такое. Нету. Если он один раз пал, он 7 лет за дверями стоит. И второй раз такого в житиях нету. А в Афродисе один раз написано такое было, так он всё время жил там в степи. И спал на хворосте. Тряпки даже под ним не было. Я это и хотел сказать. Они как ощущали? Он сильный, здоровый был. Ну, его лошак, ну, лошак это помесь осла там с кобылой. И он растернился, ударил его и кулаком убил. Убил. Так он 30 лет не заходил в церковь. Вот как они себя казнили. А не то, что сходил, продал корзинки опять. Да не так. Он даже дорогой говорил с евреем. И тот говорит, вы верите в Христа, а он не настоящий был. Он говорит, может так, может так. За два слова. Пришёл, а поиск его не узнаёт. День, другой он вообще говорит, а кто ты такой? Да я твой ученик, а вы, знать тебя не знаю, уйди отсюда с дороги. Он тогда кое-как выпустил, что случилось? Говорит, а ты с кем шёл дорогой? Он его видит, как по телевидению. Ну, с евреем. Он ещё говорил, ну, он так говорил, а ты? Но я сказал, может и так. Так это полное отречение. Ты с сатаной живёшь, ты отойди от меня. Он плакать давай, давай молиться. И тогда изо рта у него как дым из дыманной пищи пошёл. Сатана вышел из него. Но то, что он вышел, это не означает, что он будет причащаться. Даже человеку, ты напился один раз, на исповеди, а то у нас в общине, два года стоит за дверями. Два года. Это канон. У нас каноны все до одного исполняются. Да неужели все могут? Было такое, что впала женщина в согрешение. Семь лет она у нас стояла за дверями. Канон. И никаких уже пошёл, да опять, да пошёл, опять. Такого грызохвостного яму, такого адра. 1-го Калифина в 11-28. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Толкование. Когда у Павла в какое-нибудь предложение по необходимости входит другое, он обыкновенно исследует и последнее. Так и теперь. Предшествовала речь о трапезах, но поскольку он завёл речь о тайнах, то занимается ею как самым необходимым и указывает высочайшее благо в том, чтобы приступать с чистой совестью. Что-то вырубило. Ещё раз. 1-го Калифина в 11-28. Так, подождите секунду, сейчас пособеру. Что-то сбой связи. Так, слышите меня, Игорь Тихонович? Да. Ага. Что-то прервалось. Я ещё раз повторю. 1-ое Калифинам 11-28. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Толкование. Когда у Павла в какое-нибудь предложение по необходимости входит другое, он обыкновенно исследует и последнее. Так и теперь. Предшествовала речь о трапезах, но поскольку он завёл речь о тайнах, то занимается ею как самым необходимым и указывает высочайшее благо в том, чтобы приступать с чистой совестью и говорит, я не поставляю судьёй над тобой другого, но тебя самого. Итак, оправдайся перед своей совестью и таким образом приступай не тогда, когда будут праздники, но когда найдёшь себя чистым и достойным. А так можно. А я никогда себя не чистым, не достойным не найду. Я грешный, супер грешный. Порись со грехом-то, ну хотя бы один грех за один пост-то возьми, и уже ты с победой пойдёшь к чаше. Ну правильно. Я должен подготовиться к причастии. Я тут полгода не был на причастии, допустим. Я потом собираюсь, сконцентрируюсь. Я читаю всё то, что положено перед причастием. И когда я прочитав это всё, и вот в церковно-славянском языке до меня это доходит просто вообще всё. И я трепещу и готов прийти к причастию. Я только об этом хотел сказать. А не так, чтобы просто вот я ушёл, и пошёл причащаться. Нет. Нет. Недостойные ли пойдут? Ну, мне показалось, что впереди ты прям, говоришь, мы вот все недостойные, поэтому недостойные не ходи, достойные ходи. То есть сам себя судит. И его это самое... Приготовиться надо всё равно. 1 Коринфянам 11, 29. Ибо кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Не по существу тайн, ибо они животворящие, но по недостоинству приступающего, подобно тому, как смотреть на солнце вредно для испорченных глаз, не рассуждая о теле Господне, то есть не исследуя, не помышляя о величии предлежащего. Ибо если бы мы сознавали, что в известное время предлежит, нам не нужно было бы другого пробуждения. Одно это бы... Одно это побудило бы нас быть бдительными. 1 Коринфянам 11, 30. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Толкование. Доказательства сказанного возьмите из того, что происходит между вами. Ибо оттого и случаи безвременной смерти и продолжительные болезни, что многие причащаются недостойно. А те, которые до самой глубокой старости не испытывают болезни, уже не грешат? Грешат. Но тем, которые приступают недостойно, предлежат не одни только здешние наказания, но еще более тяжкие в другой жизни. Мы же и здесь не были бы наказываемы, если бы не грешили. Так он и продолжает. 1 Коринфянам 11, 31. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Толкование. Не сказал, если бы мы наказывали сами себя, но только если бы мы судили, ждали себя, то и здесь не были бы судимы Богом и избегали бы наказаний и здешних, и тамошних. Вопросы? Давай, Михаил Гордеев. Вот я хочу привести слова преподобного Ефрема Сирина. Годятся здесь в нашем рассуждении все. «Не тебе одному найдется место в Царстве Небесном. Не тебе одному уготована райская радость. Почему же печалит тебя спасение многих? Вот это слова для меня, которые так значение имеют. потому а то только там ну неопределенное количество малое войдет в Царство Небесное, а все остальные где будут? А вот он говорит, почему тебя печалит сердце твое, что многие войдут? Ну? Меня не печалит, меня печалит, что многие не войдут. Да нет, тут по-другому сказано. Печалится некоторое, что многие войдут, а вот он считает себя достойным и говорит только так, только вот это, только вот это, а иначе все в гену и что? А если страха у тебя нету, так ты виноват, что ты не испугался. А Господь будет что-нибудь учить перед Богом? Он тебе говорил, ты не поверил. Господь будет что-нибудь не поверил. Ты же креешься, ты же пьешь, ты же куришь, ты же неверующий, почему ты с больной головой на здоровье-то перекладываешь все. Его печалит, что ты не слушаешься, а тебя печалит, что ты от греха не можешь отстать. 82 года-то. Бросил бы давно уже ерундой-то заниматься, отрастил бы бороду для начала, да пить бросил, да курить. Потом бы он сказал. Себя так вообще, что гречить-то, но сижу один дома. Никто другой такие подобные вопросы-то не задает. Алексей Куракин с бородой не задает такие вопросы, ему все понятно. Начни с бороды-то для начала-то. А потом глядишь уже и вопросы обладут. Еще не на собой работай. Помогите Господи. А обличающего тебя даже не достойно, так ты поцелуй за намерение, что он еще разговаривает с тобой. Другой бы уже какой-то вопрос, почему меня должно христос. мало спасаемых, а твой святой говорит много спасаемых. И неправильно толкуешь. Есть такие были люди, я даже не знаю, откуда он это взял, что кто-то завидует, что вместе с ним тоже кто-то спасается. Откуда это ему пришло? Я таких людей даже не встречал. Я на жертвы уста почитаю. Ну были значит такие люди, я в то время, сейчас я таких не встречал. Ты таких встречал, назови кто такой и прочитай его это. Я себя таким не считаю. Я только про себя. Только про себя. Про себя. Ты Ты завидуешь, что кто-то спасется вместе с тобой в ноги что-ли или что или как? Со мной токоват. Со мной токоват. Я не завидую никому, кто спасается. Сережа, не трать время на болтовни. Не надо. Ты видишь, как сатана искушает каждый раз. Первое кориффи нам 11.32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Толкование. Поскольку говорит, мы не делаем такого легкого и удобного дела, то есть самоосуждение, то и Бог не поступает с нами так нещадно, но здесь наказывает, дабы помиловать там. Наказываемся, говорит, здесь не казнем подвергаемся, но получаем отеческие внушения, дабы там не быть осужденными с миром, то есть с неверующими, ибо верующие, находясь под покровом Божьим, здесь получают возмездие по грехам своим. Вопросы? Ну вот относительно многие из вас немощные и больные, немало умирают, я на примере сына моего могу сказать, лежал в больнице, они в тихушку решили его прочистить, потому что знают, что если меня спросят, а кто там местный психбольник живет, ему какая разница, всех прочищает, все же больные. И ему хуже стало, он чуть не помер, там, как он, и я потом маме говорю, что вы сделали-то, зачем он неверующий, зачем причастие-то, он стоит глазами, хлопает, но мы хотели как лучше, неужели ты мечтала, неужели я тебе не говорил, все, надо, потому что учат-то неправильно, что вот ты заболел, тебе раз, волшебную таблеточку причастия, магизм какой-то, и ты здоровый будешь. А Писание-то наоборот говорит, что человек неверующий, пишет, ему здоровья не надо, тем более, если причащать, и Господь его здесь накажет болезнью, и как меня наказал болезнью. тебя не заболел, я бы неизвестно, бы сейчас в такой перемене сидел, вот о чем речь-то. А у нас все шиворот на выворот, причастие исцеляет от грехов. А здесь написано, от того из вас немощные и больны, что недостойно, то есть недостойно причастился и от немощные и больны, а у вас я немощный, давайте мне причастие, я грешник, и меня причастие спасет от грехов. Не спасет, причастие от грехов не спасает. Откуда это ложное измышление, не основанное на слове Божьем? Слово Божьего как раз наоборот говорит, это факт. Первое, Коринфянам 11, 33. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Толкование. Опять возвратился к слову о бедных, после того, как упомянуло о наказаниях и смерти. И не сказал, друг другу уделяйте, но ждите, дабы показать, что приносимое туда общее и должно ожидать общего собрания. Первое, Коринфянам, 11, 34. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду. Толкование. Слово пристыжающее, ибо говорит с ними, как с детьми, которые в чувстве голода раздражительны, и осуждает их чревоугодие. Посему, выводя их из церкви, посылает в дом, и там немало пристыжает их, чтобы собираться вам не на осуждение, то есть во вред себе и осуждение. Собрания определены для того, чтобы собирающиеся по любви были взаимно полезны. А если не так, то лучше быть дома. Говорит это не для того, чтобы они оставались дома, но для того, чтобы сильнее привлечь их к собраниям в должном виде. Прочее устрою, когда приду. Говорит или о других каких-нибудь погрешностях, бывших между ними и требующих распоряжения, или о том самом, что вероятно некоторые будут защищаться против сказанного. Но покуда сказанное мною должно быть соблюдаемо. Если же кто имеет сказать что-либо другое, то пусть ожидает моего прибытия. Успрашает же их своим прибытием для того, чтобы они смирились и справились, если имеют что нехорошего. Вопросы есть? У меня вопрос написан «Ждите». Почему бедные приходили позже? Или у них не было такого? У нас служба в восемь, все знают, все в одно время приходят. А то, что там опоздал, он не обязательно может быть бедным или богатым. А здесь как-то они или раньше они богатые приходили, или как-то я не знаю, или не было у них были такие собрания, что неопределенное время было, или не было тогда богослужения или что? Почему так вот случалось-то у них? Если бы было бы в одно время, то и никто бы не опаздывал. А тут прям так напрашивается рот, что именно только бедные опаздывали. Если бы они не опаздывали, может быть и накормили бы их богатые, или они специально пораньше приходили свое съесть, чтобы бедные не достали. Сергей, разве не понятно, что Евангелие вот так вот как мы читаем сейчас, не поможет читать православную церковь, запрещено только там, в храме, только после молитвы, только после того, после... все, ушел. Что ты творишь? Все. Вы нажали? А что я нажал? Вы на красную нажали. Что ради? Вы рядышком тнули, на красную попали. Я вообще старался не трогать. Сначала гордиво отключил Сергей, потом тихо отключился. Ну что, пишите тут что, Сергею? Напишите ему что-нибудь. Подключай. Напиши. Ну, это не трудно. У нас отключилось. Напиши. Да что? Это же не так трудно написать. Мне тоже не трудно. Хоть что-то написать два слова, он поймет, что. Вот так. Ну, видишь, он живет все время в нарушении всех моральных принципов, не говоря о духовном каком. Там или нет? От Евангелия и получается разномыслие и вообще кто куда. Каждый толкует как хочет из этого секты. Мы-то не толкуем как хочется. Мы используем толкование святых отцов православной церкви. мы считаем уже истолкованной. А ты пытаешься что-то тут свое толкование вести. Я думаю, это исключить на пару недель, чтобы ты не вылазил. проголосовать. Что-то какое-то я не знаю. Как пособирались по домам и считали, как православная церковь запрещается. Что она не запрещает? Мы ему уже сколько лет ведем занятия и никто нам не запрещает. что-то взял. Ты в ограду зайди в православную церковь и там читай. Да я в ограде православной церкви нахожусь. Я в православной церкви в ограде. Сережа, не пререкайся. Человек всю жизнь прожил в грехах. Наступает время исхода из жизни. А ничего нету. Один пепел сзади. Ему сейчас нужно хотя бы как-то поддержать самого себя. Говорят спадающие штаны. И он теперь везде подкапывается. Везде. Ему надо плакать. Но теперь относительно того, почему они должны были ждать. Говорится, что богатые приходили раньше. У нас богатые на машинах приезжают раньше. А тогда транспорта общественного не было. Кроме того, рабочие работали долго. Приходили, когда уже начинали служить вечером, вечернее. Опаздывали. Это не на утреннее. И не воскресенье даже. Он вообще говорит, какие дни. Хотя и воскресенье собирались, но и были другие дни. Написано ежедневно собирались по домам. Ежедневно. И поэтому ясно, что кто на работе где-то у нас тоже опаздывает. Вот приходит она, что она в ночной работала, медсестра работает, другая еще приходит. Они все время опаздывают. Но если такие у нас приходят даже стоять до определенного момента в притворе, то эти заходят почти сразу. Минут пять постоят и может зайти в церковь. Потому что от них это не зависело. У нас порядок. А человек ничего не знает порядок-то. Поэтому оправдывает. Во время богослужения у нас идет вечерняя вечерняя. Приходит человек с краевой администрации. Меня желает видеть. Ну я все буду сказать. Пускай он меня ждет губернатор. Нет он меня вызывает. Я поклонился и пошел. Превозвращаюсь. Вечерняя служба долго. Но я уже в храм туда вовнутрь не захожу. Почему? Я не виноват. Меня вызвали. Никто не если я пришел 23 года я только корю себя как поздно я пришел как много упустил. А здесь осознания никакого нет. И поэтому все много что то есть балаган разводят больше ничего нет. Сознание близости смерти страха никакого нет. И теперь он все время плетется в конце колонны. А ему надо развернуть обратно и он тогда первый будет идти. А вот там в церкви вообще может ничего не будет. Про что и сказано было. Купола будут золотить а в храмы нельзя будет ходить. Мне каждый день эти послания шлют. Когда это будет? Сами смотрите. Люди даже поверить не могут. Неужели вот при этом бедлами что-то там действительно святое совершается. Какие священники? Их избергать подряд надо. Не крестит три погружения да будет извержен. Их 99% из-за лживого крещения только надо исключать. А человек который ничего не делает ему руководитель такой же лживый нужен. Почему? Священники не учат. Они пытаются это возместить когда человек приходит на исповедь. А они рот разевают и говорят а я не знала. Потому что не учат совершенно. Служба заканчивается священник выйдет и не забывайте покупайте свечи не забывайте родных запишите записочки подавайте. То есть магизм белый магизм как пишет Петр Мещеринов игумен Данилова монастыря какое христианство это говорит белый магизм птичий голос вообще ничего не знают и оправдывает грех и время на это не трать иди дальше сатана искушает я сказал человеку надо плакать молиться уже все закончилось ничего нету поститься не могу бороду не берить не могу ну эпитименность не могу ну что говорить дальше с кем разговаривать почему не приветствовал грешников ни Павел никто златоуз говорит храм наполнен а я не вижу людей я вижу стадо лошадей вы разговорами кучу навоза сюда приносите вот человек приносит кучу навоза а мы разгребать должны ему нужно только слушать и молчать ты знаешь чей персонаж это говорил ты еще в начальной стадии развития молчи ни слова не говори не трать на него время иди вперед он же нарушу искушает веры никакой нет в человеке первая коринфянам 12 глава 1 стих не хочу оставить вас братьям неведемии и о дарах духовных толкования то есть о дарованиях духа духа с большой буквы дело вот в чем те которые вначале веровали и крестились все получали духа поскольку же он был невидим то давалось внешнее доказательство его силы и получавшие его или говорили на разных языках или пророчествовали или творили чудеса у коринфян из-за сих дарований были смятения получавшие больше превозносились получавшие меньше завидовали им при том были некоторые вещуны и лжепророки и трудно было отличать их от пророков богодухновенных и так все это исправляется и прежде всего дело вещунов первое коринфянам 12 2 знаете что когда вы были язычниками то ходили к безгласным идолам так как бы вели вас толкование дает признак вещуна для отличия пророка и говорит кто вещает в выдолах под внушением духа и чистого тот как бы ведомый тем влечется связанный от духа с маленькой буквы ничего не зная из произносимого им но будучи в состоянии иступления и без снования а пророк не так он все произносится здравым умом это первое отличие беснующегося прорицателя от богодухновенного пророка вопросы ну тут сразу на память приходит мне приходилось быть в собрании у пятидесятников и вот они на иных языках вот этих такой гул я как я там я дала отче наш про себя ой-ой-ой вот там действительно беснование а они это считают что это дарование духа святого дух придет дух придет какой дух он все сатана их как вывернул из России все и на этом на на этом даровании образовалась секта не говоришь языками нету тебе святого духа все и попробуем сейчас что докажу один говорит а у нас одна на английском говорит правда ну давай позвоним позвоним на английском говоришь она говорит нет с чего ты взял ну как я же сам слышал а она сама не понимает что говорит каким духом они витого 1 коринфянам 12 глава 3 стих потому сказываю вам что никто говорящий духом божиим не произнесет анафемы на иисуса и никто не может назвать иисуса господом как только духом святым полкованием и это говорит да будет тебе признаком вещуна он анафемат стоит то есть хулит и злословит иисуса наоборот признаком пророка он произносит имя господа с благохвалением что же оглашаем как они не имея еще духа именуют иисуса но не о них теперь речь а о верующих и неверующих что же бесы разве они не называли иисуса именем господа марка 5 7 но они называли под ударами и против воли а добровольно и без поражения никогда вопросов играть тихо давайте здесь пойти забавки что они говорят о языках а это религионский пишет уже известно церкви дальше третьего века не переходила уже всюду церковь распространилась и никакой нужды в этом не было для меня это очень близко потому что мне там библию господь дал я у них выступал проповедовал говорил это явное буйное беснование вот выше они теперь от них харизматы лают кричат падают ползают пену пускают абсолютно явное дикое беснование и здесь также кто изберет себе какого учителя а сколько спасается что мало а не вы спасете сатана чем подначивает да тебе ли решать это когда господь сказал весь мир наполнен людьми было 8 человек только спасаются забыл об этом город и 5 окрестных городов а выводит только четверо выходят да еще одна дорога отстанет как это может быть так как есть а этого когда говорят что они действительно все спасутся то есть себя утешает это лженадеяние святые называют на милость Божию надеется тот кто точно по писанию знает написано праведник не грешник не пьяница не табакур не блудника праведник едва спасается запятая а нечестивый грешник где явится вопрос ему места мало в аду как златоус говорит а здесь все балаганит и балаганит не позволяй это на каждом занятии одно и то же почему сатана человек один раз услышал он бы понял нет забота как ему спасение ты о себе беспокойся много или мало бог будет решать ну тут рта раскрыть не надо а он еще гоголем ходит ну зачем же это человек страха не имел в жизни и под старость еще юность посеет старость пожинает но нельзя это делать люди издалека к нам приходят из других государств еще больше будет а мы будем слушать безобразия такие человек всю жизнь блуждал по помойкам будучи православным уйти в одну секту войти в другую в третью мы же знаем биографию этого человека зачем он себя не жалеет тут надо день и ночь только плакать и рыдать не там поставил подпись однажды не Петр сказал и как Андрей Криске и всю жизнь плакал и плакал и плакал а здесь даже нужды никакой что все погибнут да не тебе решать так и написано много широки врата то есть что самооправдание и узкие врата тернистый путь а тернистым путем этот человек не шел он шел гладким вздумал выпить выпил ну и внешность и все говорит что не духовный человек и зачем же ну позволять балагурить то здесь у нас десяток уж людей здесь а для нас десяток это те которые другим несут ты просто осаживай на место человека или говорит под замок а здесь о чем говорит дары различные я беседую переключусь с писятиками я говорю ты веришь что-то от Бога ну конечно я говорю написано это дар для неверующих ну вот неверующий зайдет и увидит что мы на разных языках говорим и он и что он он то что он тут же написано зайдет неверующий и скажет не беснуетесь ли вы даже неверующим видно что вы беснуетесь как вы этого не понимаете а как же написано для неверующих ян-то это узнал для неверующих которые получили он не верит то ли Бог принял то ли не принял ну их евреи задолбали там. Вас, язычников, гои проклятые, вас не принимает Бог. И они не могли понять, принял или не принял. Веры не хватало уверовавшим, а не посторонним. А посторонним доказывать ничего не надо. Они знают, что вы беснуетесь. Там же написано. И надо рассуждать так, как растолковали святые отцы. Ни налево, ни направо. Потому что то и другое не в нашу пользу будет. Направо это означает на большей святости напускать. Божья Матерь осталась делать. Все. Католики пошли вправо еще. Она сама была защята бессеменная Духа Святого Богородицы. И они в это верят. И приняли догмат такой. Догмат, который православная церковь не приняла. Этого нигде нету. А налево, налево так. А у нее еще дети были, как сектанты. Вот лево и право. Это не слова. Право, то есть, на ворот и делает как бы ради святости. А Ив говорит, стоило ли за Бога так припираться вам, лгунишки? Вот и весь ответ. Все. Час прошел. Час прошел. Можно задавать вопросы, у кого накопили за это время. Я слышал металл. Не по теме. Если нет, то мне сегодня Елена Киняйкина зашла под скайпом-то и спрашивает. Там знакомая женщина, которая чуть больше сорока лет. И она все время грозится, что она убьет себя. Суицид называется. Она так пишет. Вот у ней было там что-то, кто-то умер. И она все время говорит. И ничего не могут сделать. Я говорю, что ты сделаешь? Она все время грозит этим. Ну, ее там священник один подкармливает и прочее. Ну, я говорю, как можно сказать заочно? Я знаю, что это попущение Божие. И если она это решила сделать, она сделает. Ее не удержать. А вот она болеет. Я знаю хорошо человека. У нее рак, и ей трудно. Ну, а веры-то нету. Я с тобой что-то сделаю. Я не могу терпеть. Ну, а куда сделать-то, когда лежит? Она полотенце за головашку у кровати сделала, как лежала. И под подбородок подвела полотенце. Утром пришли, она уже окалела. Для этого не надо на веревку вешаться, как Есенин. Просто встань на коленке, надень веревку, и не надо натягивать ее. И ты уже задавленный. Сатана говорит, я тебя на нитки повешу, только согласись. И что с ней сделать? Я говорю, никто Иуду не мог удержать. Ахитофил, который давал советы Авестолому против Давида, когда увидел, что совет не принят, он пошел, дал распоряжение, подписал там дарственные все свои, и задавился. Кто его мог удержать? Никто. Саул пал на меч свой. Кто его мог удержать? А Вимилех, когда город штурмовали, а женщина бросила ему, и жерну, проломила голову. Он только говорит, убей меня. Убей, чтобы не сказали, что женщина убила меня. Он такой воинственный был. Ну, отрок подошел, убил. То есть, автоназия по сегодняшему сказать. Это вот, если возьмем там Нидерланды, у них так, сейчас звонок дал. Врачи сказали, что у меня неизлечимая болезнь. А нет, врач приезжает, врач господин смерть, и он ей делает укол, инъекцию, и все, она умирает. Спокойно и тихо. То есть, это убийца приехал в белом халате. Мы должны маленько рассуждать. Теперь патриархия принимает решение отпевать самоубийц. Отпевать. Официально уже законы сдали. Ну и что мы должны принимать? Их на кладбище не хоронили. С общими в могилу не ложили. Их отдельно где-то там закапывали. Самый страшный грех на земле самоубийство. Если человек затеял, его уже не спасти. Его только Христос избавляет. У нас одна так душилась, она настала. Ну и один раз сорвалась, другой. И наконец слышит голос, говорит. Она как только в петлю залазит, она перекрестится. Ты не крестись. Я тебе на нитки задавлю. А перекрестилась, его отбрасывает. И в проще не могла задавиться. Вот и все. Жила, блудила, обирала людей, материлась, как мужик. И наконец петля. Но если верить, что Гитлер с собой покончил, то мы не знаем. Но когда Сталин стал арестовывать, там Постышев и другие, не Постышев, а там этот, главный над Комсомольцем был, Костырев, они все начали стрелять. И Орженикизе, говорит, застрелился, только скрывают. Маяковский застрелился, это точно. Почему? Не верит в Бога. Как? Есенин, говорит, не задавился. Когда точно доказано, что задавился. Ну, дурят просто. И мы должны пользоваться все-таки... Главный приоритет это Священное Писание, Святая Библия. Дары различные, дары различных духов. Отошел. Вопросы есть? Все, дальше тогда пойдем, раз вопросов нет. Давай. 1 Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Дары различны, но дух один и тот же. Показав различие между пророком и лжепророком, говорит и о дарованиях, дабы исправить тех, которые из-за них ходили, которые из-за них доходили до разделения. И прежде врачует того, кто получил меньшее дарование, и потому скорби. Зачем ты оскорбляешься на то, что получил не столько, сколько другой? Это ведь не должное что-либо, а милость и дар. Посему ты будь благодарен, что Бог ничем тебе не должный, дал тебе нечто. Притом и тебе ему дал один и тот же Бог, ибо не дал тебе ангел, а ему Бог, но обоим вам дал один и тот же Дух. Вопросы? Вот тут толкают и говорят, ибо не дал тебе ангел. Духом Святым распоряжается Господь Бог, не ангел. Ангел помогает, ангел утешает, ангел, говорит, наша молитва относит, в лесу Отца его видит, не презирайте ни одного из малых всех, Христос сказал. А о Духе Святом никак это не может быть сказано. Почему? Пойду, значит, и Отец пошлет Духа Святого, а дальше и я пошлю. Это уже филиоквы. Оно так и так может понимать. Но и все. От Христа отходит Дух Святой, приходит нам, и от Отца Светов. Но мы православные исповедуем, что только от Отца. Никакого ангела, конечно, тут нет. Так что, вот, может, языки эти все прекратились еще и по этой причине, что из-за них были споры. У нас никогда нет, и их нет языков, и споров нет. Интересно. У Пахомия было 11 тысяч монахов. Ну, вообрази, это дивизия. Дивизия, настоящая дивизия. А от священника ни одного. Его спрашивают, ну, почему священника нет? А храм построили? А, говорит, сразу раздоры начнутся. То есть, это неспокойное такое поколение, или, сказать, такая каста, которая все время чем-то бьется. Сейчас священники собрались там, в Томске-то, и меня обсуждают, сидят в студии настоящие. Выставили. У меня на форуме стоит, там один, ну, все это, разбавил буквами-то. И говорит, почему я так говорю? Потому что я завидую, что корыто, у которого они там щавкают, получают, меня не допустили, я из зависти, я чуть не упал со смеху. И я из-за зависти, из-за их корыто вообще. Ну, обвинение еще какое-то, можно там. На Яна Златоуста стали говорить, он там литургию как-то, или прищищал после ужина. А потом говорит, блудник, он говорит, ну, что-то я не могу доказать, а это-то, вы разденьте на меня и посмотрите, годен я или нет. Иоанна Златоуста в этом обвиняли. Ну, и что спрашивать? Смеяться только можно. Но плоды растут, они ничем не занимаются, люди уходят, уходят, ни один, ни два. Мало того, уходят и в мусульманство, и еще в другое. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за эту овцу, а их миллионы уходят. Они Бога не знают, страха не знают, они разъелить не могут. У нас соглашенные изъедители, я один раз посмотрел, было, пятая часть выходит. Это крещеное, в полное погружение, и где-то что-то не так. Видишь как? Ну, всего это, вот это последний раз, вижу, четверо только вышли. Значит, проходит время, человек этот выпивал, ну, напился один раз. Два года прошло, и он говорит, ну, меня когда-то будет принимать, говорит, ты на исповедь, ты не идешь, нет, ну, сходи и узнай. Гляжу, он на утро посещается уже. Все. И так не только это. Более страшные грехи было, впадший человек-то. Ну, и я вижу, седьмой год стоит, ну, уже по эпитемии можно догадаться, что это не шуточное. А в этих царках, во всей патриархии нигде нету. Открыли врата узкие, шире врат адовых. И поэтому спасенных, может, ни одного и не будет, если так будут делать. Грешник приступает, потому многие больны, немало умирает. Это они не говорят людям. Больны, наполнены больницей, недостойно прищищающимся. Но ни одного больного нету, что если бы он не прищищался так часто. А подготовься. Сколько раз? Всегда было четыре раза в России, как князь Владимир принес. В Греции было. А сколько надо? Зато он говорит, не одобряем несчастное, нередкое, но готовность. А готовность, значит, это бодрствование должно быть. Молитва, пост, смирение, милостыня, доверие Богу. А здесь ничего человек не хочет делать, и рот развивает, стоит. Ну, обольщенный. Согрешил, сын запился, советует, ну, пусть придет причаститься, может, поможет. Бандиты. Патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов на принимали церковь? Пахнет водкой, табаком. Жалобы идут непрестанно. Я взял, показал это епископу, и там написано, церковная хроника, это центральный журнал, какая страница, какой год, а он мне отвечает, епископ, алтайский. И говорит, ну, надо же, это как-то материал мимо меня прошел. Я говорю, так это для вас же материал-то написан. Делят деньги, а староста схватил сумку и убежал с деньгами. Это все описано. Но еще пример будем брать. Осипова-то зажали со всех сторон сейчас, что все спасаются. Я знаю, чей-то ученик-то здесь голос подает. Для него главный авторитет, кумир Осипов. Его, как со всех сторон, зажали и написали 10, кажется, пунктов обвинения-то. И комиссию особую собрали. И она чуть не год работала. И по всем пунктам его провели. Во всем виновен. По всем пунктам. И что, мало, много спасаемых по Осипову. И муки вечной не будет. Ну, другое что. Я не осуждаю. Я просто говорю, что есть. Человек даже не знает, может, этого. Специально монахи, монастыри там верующие подобрали из его трудов. И книги его там целыми ворохами, диски все это валяются, и монахи стоят и жгут. Это тоже что-то есть. Почему не жгут там Яна Златоуста, Блаженного Августина? Потому что есть совершенно несоответствие. Где говорится образная гиперболичность, он буквально, никого в аде, Христос всех вывел, так никогда церковь не учила. Это образное выражение. И горы прыгали, как овны, не прыгали никогда. Это значит показать радость. А он знает, что люди ничего не понимают. Ну и дуркует профессор, бритый 80 лет в масонском галстуке. Это тоже ничего не говорит. Отошел. Сергей, можно вопрос? Да. Ну вот Христос сказал, не упивайтесь вином. То есть он же не запретил употреблять вино. Я просто хочу поинтересоваться. То есть ну вот Игнатий говорит, что человек напился. Значит и его отучили на два года. Значит отпрещаться. То есть он что, в канаве лежал что ли? Настолько упился, что лежал в канаве и его вытаскивали из канавы, что или он все-таки ну просто выпил человек там может быть ну по подведу. Он не мог из запоя выпить. Не просто выпил на работу. На работу не ходит. Директор за ним приехал. И мы ролик поставили. Пошли наши братья. Этот человек все рассказывает. Потом бумагу Он напомнил я видел. Ну вот и все. Вот о чем говорит. А вино сколько по уставу положено? Какие дни? Серковный календарь открой. Но сколько? Ну я не знаю мера какая. У нас написано допустим не больше 100 грамм в определенное время. Но так как страна вся запивается мы для себя имеем вот мы братья мы в рот не берем. Не потому что грех. Меня испытывали как в синоде. Митрополит сидит епископ и говорит про вас слышали что вы считаете вино за грех. Я говорю канон такой-то меня исключает из списка прихожан если я буду верить так. Налили стакан выпей. Выпей покажи что не так. Я выпил его прям за столом у них. Ничего нет. Он говорит больше не пей своих пьяниц попов хватает. Ездит Жданов Владимир Георгиевич против пьянки это профессор. И он говорит патриарх Алексей второй специально меня вызывал определенное здание куда приходят попы из запоя выводить. священнослужители. Каждый пятый священник запрещен в служении и нам плакать надо. А что у баптистов нету ни одного такого. Чтобы он был служитель по их даже понимать и чтобы он запивался. Все. Аминь. Согласен полностью. Еще есть кто-то у меня. Давай. Вот я там ролики смотрел там малыш как Роман Малыш да он там все по поводу плоской земли там все я вижу там второй ролик вышел. Да-да. Я просто вот смотрю ну прямо я прямо вижу что вот через него сатана вас искушает настолько что уже вы собрались ехать на озеро Байкал и устанавливать там значит эту планку там и все эти вот вопросы то есть ну не знаю я ну советовать конечно ничего не могу но это полная провокация ни в коем разе на это не ведитесь. Так дорогой брат Иначе вы там заболеете как на мосту на том на котором вы на мост ходили там продрогли то на Байкале 15 километров от берега да там так продует да что малого не покажется так что заберегите себя. но это брат понимаете и для брата можно в шур спуститься на гору залезти это последнее доказательство что горизонт показать и он сам увидел возьмем бинокли трубы и он увидит есть 4,8 и дальше не видать 4,8 километра дальше скрывается если он на стул встанет уже видать будет плоско это у человека мозги плоские доказывать еще самое лучшее доказательство это горизонт мы остальное не можем проверить ничего а это очень легко проверить чтобы ровная поверхность была вот и все Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович это понятно все но вы прежде тем если вдруг вы коснется и вы действительно поедете туда вы возьмите хотя бы с человека что слово что он поверит поверит вы извозите его и не поверит обязательно обязательно благодарю брат Андрей именно так но он отказался ехать уже не поедет я поехал бы для спасения этой души я просился через Путина Путин писал письмо к ИГИЛу поехать не просто пиариться в министерство мне пришла благодарность в министерство иностранных дел по востоку а что вы бы там делали у меня своя программа я знаю их у меня в природе близкие отношения у дедов у всех были с мусульманами очень близко они к ним заезжали я вот был они на меня смотрели как ваххабиты я их в мечети молился а когда я встал с молитвы вокруг меня три кольца стоят и все согласны я чувствую что меня Бог побуждает а где бы быть на самой передовой позиции с ними вместе программа главная молитва человек который не знает он только подыскивается и клевещет стоит я перед Богом это говорю и то что я сделал для ИГИЛа стали переводить на арабский язык и посылать и там уже связь какая-то вроде была установлена но перейти турецкую границу Сирии не ответили мне пришла благодарность что вы так болеете за то дело которое сейчас делается какая угроза есть да знаю я с ними беседовал во Франции встречались так что видишь а на Байкал то проще нужна идеально ровная поверхность но чтобы он подписал и именно там принес покаяние дело то не в горизонте дело лживом духе все лживые там этот Стерликов Крашенинников Славик к этому человеку прилипает он верит всякой лжи и ложь распространяет это не просто земля шар не шар тут любому понятно что она не плоская но да посмотри когда затмение то каким серпом она отображается на луне контур земли то ну и все понятно для меня все понятно Игнатий Тихонович это я все понял то есть я понял что Роман дал попитую вы нажали до конца и он дал попитую все и я каждый день помаленьку продолжаю капать на мозги что нибудь считаем еще когда считаем насчитываем Новый Завет и там где говорится вот она лжи как идет я опять немножко скажу он улыбается сидит у нас хорошие отношения сохраняются хорошее я знаю что никто его так не любил никто ему доводов этих не давал я ему доказываю практически нельзя проверить луну нельзя проверить расстояние до солнца до солнца 125 миллионов он говорит 7 тысяч километров ну смешно даже 7 тысяч километров земля бы в течении одной минуты сгорела сгорела даже порошинки от всего земного шара не осталось ну и человека громотежки совсем никакой в этом вопросе нет доверия нет космонавты не летали а их уже там было 525 кажется человек у вас со всего мира все гои ну то есть глупость на глупость но надо терпеливо работать мы он пункты записывает если вот о горизонте поговорили все назад не возвращаемся поговорили об этом и таких пунктов мы нашли уже где-то 9 или 10 даже я благодарю вас за заботу Андрей никак нет все спаси Христос аллилуйя еще вопросик можно? да нет нет хорошо ладно христос христос Слова Рожью, встущую Богородицу Твоей Человеческой. Радий Ходж, молитесь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за великое долготерпение к роду человеческому. Прости мои согрешения, тайные и явные. В уме и помышлении, в одни и в ночи, очисти, приготовь к этому великому посту. Ты показал дивное и чудное через Слово Твое, и мы верим каждому Слову, изреченному в Святой Библии. Доведи нас, Господи, до желаемой пристани, до Царствия Небесного. Утверди веру православную, а замысли ретихов развеи в ничто преврати. Даруй духовное рождение патриархам, епископам, папам, священникам и пастве, и водительство Духом Твоим святым. Сохрани правителей в мире от покушения на них. Научи нас ценить это мирное время. Господи, Ты даровал нам веру Твою. В Тебя это дар неба. Научи нас ценить это. Научи нас жить свято, во всем прославляя Тебя. За скорби, печали, болезни и за здоровье благодарю Тебя. Посети нищих сиротов, одиноких, покинутых. На одре болезни лежащих и брата нашего Иоакима. Благослови их, дай им силу, перенести все, прославляя Тебя. Тебе, Господи Божья, слава, хвала, счастья и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ты скажи, Сережа, чтобы они ушли, что молитва каждое утро идет. Напоминай.